Глава 8. Палатки и храмы. Склонность Кэтрин к возбуждению споров привела ее в Питтсбург. Ранние весной 1951 года ее собрания в Корнелгихол пикетировали с разгневанными пасторами и некоторыми церковными лидерами, которые утверждали, что она ворует овечек из местных церквей. Она возражала, что не воруют паству, а просто кормят стадо из голодавшихся и гнят. Это еще сильнее настроило божьих служителей разобраться с соперницей. Они пожаловались в мэрию, что поскольку Кэтрин уже шесть месяцев каждый вечер проводила собрание в муниципальном зале, то фактически она превратила собственность, содержащуюся за счет их налогов, в церковь. Но мэр Питтсбурга, Дэвид Лоренц, который позднее был избран губернатором штата, оказался одним из самых верных друзей и помощников Кэтрин. Будучи членом Римско-католической церкви, он издал указание, что Кэтрин может оставаться в зале Корнелгихол так долго, как только пожелает. Она оставалась там, в течение 20 лет. Но тем временем полемика вокруг Кэтрин все возрастала. Журнал Redbook поручил репортеру из Питтсбурга Милли Гарднернил, которая позднее помогала Кэтрин написать книгу «Я верю в чудеса», разобраться в этой ситуации. Получившаяся статья вывела Кэтрин на путь всей американской известности. В беспрецедентном предисловии редактора к этой семистраничной статье Redbook писал, «Удивительная история Кэтрин Кульман является одной из тех, которым редакторы журнала Redbook подходят с недоверием». Впрочем, никакие сомнения относительно целителей веры не могут затмить тот факт, что потрясающие вещи происходят на евангелистических собраниях госпожи Кульман в Питтсбурге. В течение четырех месяцев репортеры и ученые исследовали эти случаи из лечения и исцелений. Если исследователи Redbook ошиблись, то это дает преимущество скептикам. Но по мере того, как они проводили опросы и изучали факты, изначальная недоверчивость редакторов привела их к убеждению, что эти факты необходимо опубликовать. Конечно, было трудно получить заключение терапевтов, хотя доктор может и не отказываться прямо признать улучшение состояния пациента в подобных обстоятельствах, обычно он отказывается из-за типичной для профессии врача предосторожности уважать исцеление верой. Наш журнал имеет в своих архивах следующие конфиденциальные материалы. 20 свидетельств от лиц, утверждающих, что они были исцелены, 4 заявления от священников, помогающих мисс Кульман в ее служении, 2 письма от официальных лиц, 4 документа о пособиях по нетрудоспособности работающим, 2 заявления от лиц, связанных с медициной, 6 заключений о рентгеновском анализе больных. К.М. Кларк, питтсбургский эксперт в области ушных болезней, утверждал в своем письме, «Мы на самом деле наблюдали чудесное божественное исцеление одной глухонемой, которая повторяла слово, воспроизводила артикуляцию, горловые тоны и носовые звуки, которые она никогда раньше не могла воспроизвести. Поэтому наш журнал обращает внимание читателей на это сообщение, объективность которого была проверена всеми возможными способами. И мы уверены, что тот, кто имеет веру или надеется иметь веру, найдет здесь сведения, имеющие глубокое внутреннее значение. Несмотря на заявление Redbook о том, что они могут доказать факты исцеления многих людей, посещавших собрания с чудесами, критики Кэтрин шумели все больше. Впервые в ее карьере нападки совершались на ее теологию, а не на ее личное качество. Это была совершенно новая война. Самая злобная атака пришлась на лето 1952 года. По приглашению Рекса и Мотами Хамбардов, семьи путешествующих евангелистов из Арканзаса, Кэтрин поехала в Акран в штате Огайо для проведения серии собраний в гигантской палатке, разбитой семьей Хамбардов на бульваре Триплет, рядом с аэропортом Акрона. Хамбарды были хорошо известны в Агайо, хотя в своем служении они переезжали с места на место. С Рексом и его женой были его отец и мать, которые проповедовали более 40 лет, а также брат Рекса, Клемент. Кэтрин, разумеется, уже была известна в этой местности благодаря ее обширному радиослужению и большим собраниям, которые она проводила на регулярной основе в зале Стэмбак в окрестностях Хингстауна. Но вот чего Кэтрин не знала, так это того, что она вторглась во владение самого известного проповедника фундаменталистского толка на севере, Даллса Беллингтона из богатейшего баптистского храма города Акрона. Беллингтон был рукоположен в маленькой баптистской церкви Мурей в штате Кентукки в 1924 году. Вскоре после этого горячий проповедник взговали с несколькими другими баптистскими служителями, включая Джона Эрайса и Деже. Франка Нариса из первой баптистской церкви из Фортуэрта в штате Техас начали разрушительную атаку на южное баптистское собрание, говоря, что оно стало слишком либеральным. Когда атака стала более злобной, часть пасторов вышла из состава ЮПС, и они сформировали свободную лигу независимых баптистских церквей, чья основная задача состояла, похоже, в нападении на либералов, католиков, целителей веры и женщин-проповедниц. Одна из самых популярных книг, ходивших по рукам, была написана Джоном Эрайсом и называлась «Стрижки под бобрик», «Жены за правила» и «Женщины-проповедницы». Биллингтон, бывший фабричный рабочий, которого никто не мог бы упрекнуть в том, что он убегает о драке, получил церковную теологическую степень. Доктор библиологии в первой баптистской церкви города Фортуэрта штата Техас. Он переехал в Акрон в 1925 году, чтобы основать баптистский храм города Акрона. В течение 27 лет он создал целую династию, в которой он правил как абсолютный монарх в процветающем резиновом городе. Прибытие в его владении гигантской палатки хомбардов, которая вмещала более 15 000 человек, и той самой женщины-целительницы верой, Кэтрин Кульман, одновременно с хомбардами была равносильно размахиванию красной тряпкой перед разверенным быком. Кэтрин снова была на пороге битвы, только на сей раз она бросалась не на игрока низшей лиги типа МДЖ. Мелоне, она короля удара, Далласа Биллингтона. Фундаментализм Фундаментализм Строгое ортодоксальное учение, основанное на определенных догматах, таких, например, как буквальное понимание Библии, примечание переулок. Биллингтон вылез из укрытия, не теряя времени. Он использовал все, чтобы выбить ее из зоны. В случае удачи он сумел бы взять корзину сверху и заодно избавиться от хомбардов. Как и Кейся, он, в конце концов, расчистил себе дорогу, но не без того, чтобы самому получить несколько крепких ударов по лицу, подобно всякому в окроне, кто ведет борьбу, пытаясь уворачиваться от ударов. В воскресенье, 10 августа 1952 года, Кэтрин сделала свою первую подачу меча, проповедуя для более 15 000 человек, набившихся в гигантскую палатку. Многие из них приехали аж в 5 утра, чтобы в 9 часов занять места на собрание, которое продолжалось и после обеда. 15 августа Биллингтон отбил подачу. В сводке новостей, помещенной на первой странице окронской газеты Beacon Journal, напыщенный проповедник предложил 5 000 долларов тому, мужчине или женщине, кто сможет доказать, что умеет исцелять человека посредством молитвы. Я публикую свое предложение, чтобы подчеркнуть мою веренность в том, что нет большего надувательства в Америке, будь то ставки на жокеев, собачьи бега или же ежедневная цифровая лотерея, как так называемая новая целитель и верой. У меня вообще не есть целый класс немых. Если Катрин Кульман придет в воскресенье и откроет их уста и уши так, чтобы они могли говорить, я позволю ей проводить одно богослужение в моем храме каждый месяц в течение 12 месяцев бесплатно. Ежедневная цифровая лотерея, Numbers Game, Numbers Pool, Numbers Racket, С, нелегальная лотерея, в которой принимаются ставки на появление в официальных источниках, газетах, биржевых сводках, статистических отчетах, определенных чисел, типа 588. Примечание переулок. Биллингтон, который публично обвинил Кэтрин, что она взяла свое учение из книг Мессона МПЛ Макферсон, писал, нигде еще не бывало, чтобы сила чудесного исцеления была дарована женщине. У женщин есть свои законные места в мире, но когда вы пускаете их на кафедру, то это противоречит писанию. Биллингтон следовал строгому фундаменталистскому учению, тому учению, которое помогло ему стать популярным в качестве одного из самых сильных и успешных проповедников своего поколения. Никогда не было свидетельств, что он нападал на Кэтрин лично, хотя перед тем, как бой закончился, он взошел на свою кафедру и разоблачил ее как разведенную женщину. Впрочем, он чувствовал, что имеет право от Бога вострубить в трубу и предупредить паству, что волк рыскает покрестностям города. Кэтрин, помня свои победы во Франклине, упивалась успехом своего служения в Питтсбурге-Ингстауне. Она была вдохновлена тысячами людей, поднявшихся поддержать ее. Она выпустила свой быстрый снаряд и попала точно в цель. «Я живу в этом районе вот уже семь лет и чувствую, что моя жизнь и мое служение говорят сами за себя», сказала она газетчиком. «Я никогда и нигде не делала заявлений, что я кого-либо исцелила. Это сила Божья. Давайте идите и печатайте все, что скажет доктор Биллингтон». «Он собирается развалить свою церковь». Ответ последовал немедленно. Отдел подписки и распространения газеты сообщил, что запросы на дополнительное количество экземпляров уступали тиражам разве что во время соулбокс-дерби, ежегодного представления, которым знаменит Акран. Письма тысячами приходили в офис газеты, а также в офисы Кэтрин в Кальтонхаус в Питтсбурге. Соулбокс-дерби, соулбокс-дерби, детские соревнования по скорости спуска с холма на безмоторных конструкциях, обычно деревянных, собственного изготовления. Примечание переулок. Рекс Хамбард, который никак не мог ожидать такой битвы от кого-либо, кого он называл братом в Господе, был ошеломлен происходящим. Он позвонил Кэтрин и предложил ей, если она пожелает, отказаться проповедовать в ближайшее воскресенье. Никто так сильно не хотел избежать вывешивания нашего грязного белья, как я, сказала она. Давайте придерживаться нашей тактики. Я прибуду туда воскресенье утром во всеоружии. Но не только Кэтрин была там, а еще более 20 000 человек. Беллингтон нечаянно предоставил Кэтрин и Хамбардом больше рекламы, чем они смогли бы приобрести на свои деньги. У себя в Питтсбурге Кэтрин обдумывала линию своей защиты. У Мэгги Хартнер, которая теперь работала полный рабочий день, были в помощницах две сестры, Мариан Марш и Руфи Фишер. Подобно многим, Руфи и Мариан были, скорее, номинальными христианками, чем настоящими верующими, когда они посетили свое первое собрание с чудесами в 1950 году. Впрочем, после того, как Руфь была исцелена от серьезной болезни позвоночника, которая заставила ее полжизни провести в больницах, обе они стали серьезно относиться и к Богу, и к служению Кэтрин. Руфь стала помогать Мэгги в ее работе с прихожанами во время собраний с чудесами, а Мариан пошла работать в офис машинистской, Руфь позднее тоже стала официальным сотрудником Кэтрин. Помимо воскресных служений в окроне, Кэтрин проводила также разовое собрание с чудесами в Нью-Касселе, Ингстауме и Батлере, наряду с регулярными занятиями по изучению Библии по четвергам в Питтсбурге и большими служениями в Карнеге холл по пятницам. У Руфи и Мариан, у обеих, был музыкальный слух, и они чувствовали необходимое звучание хора во время собраний. Они организовали группу незамужних женщин, стали репетировать в подвале у Руфи и спели на нескольких собраниях. Видя нужду в хоре, Кэтрин позднее заключила контракт с доктором Артуром Меткалфом, известным руководителем хора Мендельсона в Питтсбурге. Она уговорила его работать с ней в качестве руководителя ее хора. Это был один из лучших ее ходов. Доктор Меткалф посвятил более 23 лет своей жизни ее служению, пока не сдался в конце концов сердечному приступу ровно за год, день в день, до того, как умерла Кэтрин, другим членом ее питтсбургской команды был ее бухгалтер Ултрадамок. Адамок уже почти достиг пенсионного возраста и во многом походил на отца Кэтрин. Он не доверял проповедникам и религиозным организациям. Когда он услышал об атаке Беллингона против Кэтрин, он понял, что занял позицию на правильной стороне. Он был бойцем и не думал о том, чтобы использовать цветистое выражение, когда кто-то нападает на тех, кому он верен. И он вполне представлял, кто такой Беллингтон. Кэтрин любила его. Она любила его, потому что он был человек прямой, даже немножко грубый. Он стал сторожевым псом ее финансов. Позднее он помогал ей созданием ее организации, а также нескольких сторонних корпораций. Он был одним из самых доверенных ее друзей и советчиков. И также он был неоценимым адъютантом, когда она вступила в бой с Беллингтоном. Укрепив, таким образом, свои позиции хорошим персоналом и заручившись поддержкой тысяч друзей, которые писали письма и звонили по телефону, Кэтрин была во всеоружии для следующего раунда битвы между палаткой и храмом. Вернувшись в Акры на воскресное богослужение, она привезла с собой множество людей, которые добровольно вызвались свидетельствовать о физическом исцелении. Двое из них, как она сообщила газетным репортерам, окружившим помост перед богослужением, могли бы пройти более серьезную проверку, чем тесты доктора Геллингтона на исцелении верой. Это были Яков Хесс и его жена Сара, обоим было по 66 лет, и оба были рождены глухонемыми. Слуг госпожи Хесс был частично восстановлен, и она могла говорить, хотя не очень разборчиво. Господин Хесс начинал воспроизводить голосом шумы. Через свою 13-летнюю приемную дочь, которая выступала как переводчица перед толпой, насчитывающей более 20 000 человек, чета Хесс провозгласила, что Бог исцелил их во время собрания с чудесами в Питтсбурге. Госпожа Маргарет Ричардсон, 71-летняя подруга Хесс сказала, что она выросла вместе с ними и может свидетельствовать об их прежнем состоянии, об их исцелении. Другим доказательством Кэтрин была некая Присцилла Бойко, 38-летняя конторская служащая, рассказавшая себе, что она была парализована с рождения. Затем Присцилла сообщила, что теперь она может нормально ходить. Факт ее исцеления подтвержден исследованиями сотрудников Питтсбургского госпиталя. После этого, попросив гигантскую толпу взять друг друга за руки, Кэтрин повела их в особой молитве за Беллингтона, сказав, что она просит пастора поместить свои деньги туда, где находятся уста. Ее предложение состояло в том, чтобы Беллингтон положил 5000 долларов на условно депонированный счет, и беспристрастный Совет Духовенства Эмириан будет уполномочен решить это дело на основе свидетельств. Если она победит, то пожертвует эти деньги в объединенный фонд города Акрона Беллингтон, в свою очередь, сделал некоторое встречное предложение. Отступив от своих самых непреклонных заявлений, сделанных вначале, он сказал, что хотел бы, чтобы жители Акрона знали, что он верит в божественное исцеление, но что есть такие целители верой, с которыми ему не по пути, а посему он настаивал, чтобы Кэтрин письменно, под присягой поклялась, что эти исцеления были вызваны исключительно ее молитвами, это поставило Кэтрин в затруднительное положение, ибо она никогда не претендовала на то, что ее молитвы исцеляют. Затем, когда схватка уже почти достигла кульминации, в местной газете на первой странице появилась статья, из которой стало ясно, что газетчики сумели раскопать прошлое Кэтрин и обнаружили, что несколько лет назад Кэтрин вышла замуж за разведенного евангелиста. Кэтрин взорвалась. Это не было просто ярмарочной игрой. В течение почти семи лет она была свободна от того старого скандала, и вот теперь он выплыл снова, подняв уродливую голову как раз в то время, когда, казалось, она уже одержала победу. Когда Роберт входит из Акрановского Бейконджорнал брал у нее интервью, Кэтрин отрицала, что была замужем, мы никогда не были женаты, я никогда не давала брачных обетов, говорила она с горящими глазами, вы знаете, что произошло, я скажу вам, что произошло, я упала в обморок, полностью потеряла сознание, говорю я вам, перед тем, как давать брачный обет, потрясаю кулачками перед лицом молодого репортера, она кричала, это, правда, пусть мне поможет Бог, хоть был настойчив, у нас есть фотокопия вашего брачного заявления, если я и подписывала заявление на вступление в брак, то его мне просто принесли на подпись, я не припоминаю, чтобы я подписывала подобную бумагу, я не верю, что есть какая-либо разница, была я замужем или нет, и это, все, что я собираюсь вам сказать, печально, что Кэтрин и Беллингтон вели свое сражение на публике, к нескрываемому восторгу неверующего мира, но бесконечно печальнее было то, что битва не имела этических границ, она переместилась теперь от теологических понятий к личностям, а точнее, к личности Кэтрин, та старая тень прошлого, которую она так отчаянно хотела оставить позади, продолжала снова возникать, снова преследовала ее. Годы спустя Кэтрин рассказала мне небольшую историю, которая помогла объяснить до некоторой степени, почему она так неистово отрицала свой брак с Волтрипом. Похоже, она давным-давно определила для себя, что лучший путь обойти неприятный факт, это просто сделать вид, что он никогда не существовал, и продолжать двигаться дальше. Я проповедовала в маленькой церкви в Нью-Джерси, говорила она, и жила в доме у одного из членов общины. Я так живо вспоминаю это, потому что это была неделя выборов тот самый год, когда Франклин Рузвельт баллотировался на третий президентский срок. У мисс Анны, моей хозяйки, была близкая подруга, на несколько лет старше ее самой. Это была крупная, дородная женщина, которая насмерть стояла против переизбрания Рузвельта на третий срок. Анни вязалась в компанию одной женщины, которая хотела остановить его. Ее муж был богат, и она потратила тысячи долларов на эту компанию. Что ж, подошел вечер дня выборов, и она была абсолютно истощена от умственного напряжения и физических усилий. Около семь часов вечера ее муж сказал, ступая в постель, когда станут известны окончательные результаты, я позову у тебя. Она пошла спать в полной уверенности, что Рузвельт потерпит поражение и ее разбудит, чтобы праздновать победу. Конечно, Рузвельт буквально смел конкурентов, победив с большим отрывом. В доме мисс Анны зазвонил телефон. Это был муж той самой женщины, которая еще спала. Он сказал, Анна, срочно приходи. Господин Рузвельт победил, и когда я скажу об этом моей жене, это убьет ее. У нее будет удар, и она умрет. Приходи поскорее помоги мне сообщить ей это. Мисс Анна сказала мне, Кэтрин, я скоро вернусь. Не знаю, как долго я там пробуду. Потом она рассказала мне, что там произошло. Было два часа утра, и Анна вошла на цыпочках в комнату, с нюхательной солью в руках. Она предприняла все меры предосторожности, чтобы у этой старой женщины не случилось удара. Та проснулась и увидела мисс Анну в постели. Она, что случилось? Мы победили? Мисс Анна с нюхательной солью в руке подошла поближе к своей старой подруге и сказала, извини, но мистер Рузвельт будет президентом на третий срок. Полная и грузная, она села в своей постели, подняв голову и гордо держа подбородок, она сказала, Анна, Анна, мы просто будем жить так, словно этого никогда не было. И до самого дня своей смерти она никогда ни с кем этого не обсуждала. Она никогда не говорила о том, что Рузвельт правят страной. Она просто действовала так, словно этого никогда не было. Ее сердце продолжало стучать ровно, и ни один нерв не дрогнул. Кэтрин закончила свою историю, затем, наклонившись ближе ко мне, резюмировала, это один из самых больших уроков, которые я когда-либо получала. Не проходит ни одной недели, поверьте мне, чтобы не случилось нечто, ужасно не огорчившее меня, меня могли бы разорвать на тысячи кусочков. Когда ты имеешь дело с человеческими жизнями, как я, то это самая тяжелая работа в мире. Но снова и снова я поступаю так, как поступила та женщина. Я сказала себе самой, Кэтрин, живи так, словно этого никогда не было. Это лучший путь в мире, чтобы принять поражение и разочарование. Вот такие дела. Вооруженные этим откровением, я смог понять до некоторой степени, почему Кэтрин чувствовала себя правой, делая вид, что она никогда не была замужем, а также делая вид, что она моложе, чем на самом деле, она также сказала крановским газетчикам, что едва больше 30 лет, хотя на самом деле она уже отпраздновала свое 45 лет и каким-то образом, для себя самой, ей было едва за 30, и каким-то образом, пользуясь той же самой логикой, она никогда не была замужем, подобно подруге Миссанны, она просто жила так, словно этого никогда не было, упомянула со своей кафедрой о разводе Кэтрин, он не стал разглагольствовать по этому поводу, к его чести, он не был грязным бойцем, он чувствовал, что он прав и что он сможет выиграть битву без ударов ниже пояса, 28 августа он установил последний срок, пятница, для своего предложения дать 5000 долларов всякому, кто сможет доказать, что молитва Кэтрин исцелила кого-либо после 12 часов в пятницу 29 августа я отменяю свое предложение и оставляю это дело на решение общественности, дабы люди определили, кто был честен, а кто был жуликом в вопросе исцеления верой, сказал он в интервью данном прессе. Кэтрин осознала, что правила игры некоторым образом изменились, она никогда не утверждала, что исцеляют ее молитвы, все, что она делала, это лишь обратить внимание на то, что Святой Дух свершает на ее собраниях. Она обсудила создавшееся положение с Хомбардами и решила, что у нее нет неного выбора, как только вступить в игру и зайти с козырного туза. В пятницу, 29 августа, в 11 05 утра она включила магнитофонную запись, сделанную госпожой Хес на одной радиостанции в Акроне. Билл Бернис другой радиостанции в Питтсбурге провел интервью с госпожой Хес. Старая женщина свидетельствовала, что она была немой всю свою жизнь вплоть до 1948 года, когда она начала посещать богослужения, проводимые мисс Кульман. После третьего собрания с чудесами, она почувствовала, что может слышать и говорить. В это время Мэгги Хартнер вела дела в Питтсбурге. Она пошла в офис доктора Бэйни Клеса, чтобы взять письмо, написанное Роберту Хойту из Акроновского Бекон Джорнл, в котором говорилось о мисс Пресцеле Бойко, которая была парализована от рождения, перенесла серию операций в течение нескольких лет и ходила в ортопедической обуви, пока не получила исцеление на одном из собраний с чудесами у Кэтрин. Доктор сообщил, что он проверял состояние мисс Бойко время от времени начиная с 9 сентября 1950 года, но ни разу не лечил ее ногу, по причине физической невозможности лечения конечностей постоянных неконтролируемых судорожных мышечных спазмов, которые оставляют пациента в очень ослабленном состоянии. Впрочем, сказал он, я обратил внимание на то, что состояние ее конечности изменилось в стопе, лодыжке, голени и колени от полной неподвижности до некоторой подвижности сейчас. Кровообращение в стопе голени существенно усилилось. По профессиональным соображениям доктор Никли спросил не называть его имя в статье, но согласился лично подтвердить свои заявления, если потребуется. Мэгги принесла письмо в газету Акрона до установленного доктором Беллингтоном срока. На следующий день Беллингтон объявил, что Кэтрин не выполнила своих обязательств. В передовой статье он писал «Мисс Кульман, он настаивал на обращении мисс Кульман, убедительно доказала, когда она пыталась ухватиться за предложение относительно 5000 долларов, что она претендует на роль целителя веры. Я установил окончательный срок, чтобы лишь вывести ее на чистую воду». Пастор заключил, что он выполнил свою задачу и теперь аннулирует свое предложение. «Я взялся доказать общественности, что целители веры являются большими жуликами, чем у строителей цифровой лотереи. Никто не победил». Беллингтон ушел с поля боя, а Кэтрин прочно села на мель. Произошло то, что всегда происходит, когда христиане пытаются обосновать духовные вещи перед неверующим толпой. «Они потерпели фиаско». «Я не хотела денег», сказала Кэтрин Рексу Хамбарду. «Я только хотела убедить доктора Беллингтона, что Евангелие, которое он профессионально обязан проповедовать, реальное, что Бог, которого в силу своей профессии он обязан любить, чудесный и замечательный». Всю следующую неделю, осознав тщетность своих усилий, Кэтрин предпринимала попытки исправить положение. В воскресенье вечером она нанесла специальный визит в баптистский храм города Акрона и лично доктору Беллингтону, пытаясь выразить ему свою любовь и сожаление о том, что случилось. Но он не пожелал ее видеть. «Что касается меня, то я полагаю, что не было никакой вражды между доктором Беллингтоном и мною», сказала Кэтрин. «Он вызвал меня на бой, и все, что я делала, так это в интервью по телефону она сказала Джону Ватерсу из местной газеты, всего этого вообще не должно было быть. Теперь это смешно. Для мужчины или женщины, прочь настоящих в вере, вся эта история просто хорошая чтива. Но для тех, кто слабы в вере, я боюсь, это может послужить причиной полной ее потери, следовательно, вечного проклятия. Это очень не по-христиански для двоих людей, которые в силу своей профессии обязаны проповедовать Евангелии, которые верят в Иисуса Христа как в Сына Живого Бога и основывают свою веру на одной и той же Библии, вести себя так, как они вели себя. Когда Ватерис спросил Кэтрин, почему она приняла предложение Беллингона, она смутилась, а затем сказала, «Я хотела бы уйти от того, чтобы поднимать это дело снова, поскольку мы уже сделали столько плохого». Но, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что я должна была принять этот вызов, ибо не только Кэтрин Кульман была вызвана на поединок, но тысячи тысячи христиан разных конфессий, которые верят и практикуют исцеление верой. Если бы я не приняла вызов, то доктор Беллингтон стал бы утверждать, что я мошенница и что я не могу дать ни одного свидетельства исцеления. И затем она нанесла свой Куди Гросс, вы знаете, те же самые чудеса, что происходят на моих собраниях, будут происходить и на собраниях доктора Беллингтона, если он будет вселять веру в сердца своих прихожан. Куди Гросс, Франц, удар милосердия, последний удар в дуэля, добивающий раненого, дабы завершить его страдания, наносится обычно из милосердия к противнику. Примечание переулок. Несмотря на все ошибки во время этой злосчастной битвы, результаты Кэтрин остались неизменными. В то воскресенье более четырех сотен человек ответили на призыв к покаянию в палатке семи хомбардов, объявив, что они хотят отдать свои жизни Христу. И четверо вышли вперед в баптистском храме города Акрона. Но не все было потеряно. Одно из замечаний Беллингтона, которое больно задело их, содержало критику в адрес семьи хомбардов. Я заметил, что все целители веры действуют вдали дома и никогда не начинают постоянного служения где-либо. Рекс и Мот и Мехомбарды решили остаться в Акроне, основав храм Голгофы, а позднее собор будущего. Узнав силу Святого Духа, который не только спасает, но и исцеляет, их церковь выросла и стала одной из крупнейших и самых динамичных церквей в мире.